ЧАЕК В детдоме воды не бывало. В начале села, рядом с горами, жители вообще уже и не рассчитывают на чистую воду. 200 семей проблемы с нехваткой воды испытывают на себе. Источник, берущий начало на кладбище, какой-никакой выход. Однако жители опасаются, что могут подхватить какую-то заразу. Кто-то говорит, что эта вода чистая, но мы сами видим, что она течет с кладбища, поэтому боимся. Водозабор в этом селе построен в 1967 году. С тех пор ни разу его не ремонтировали. К тому же, если в то время по всему селу было всего 600 семей, то сейчас в два раза больше. Чистой водой всех обеспечить тяжело, говорят в местном управлении водоканала. Собранных за потребление воды средств ни на что не хватает. А в бюджете, как всегда, денег нет. У нас вообще по воде нет никакого дохода. Даже не хватает на зарплату. У охранников оклад полторы тысячи сомов. Рабочие получают три тысячи. А за такие деньги никто работать не хочет. Поэтому иногда приходится просить мимо проходящих о помощи. Иногда сами делаем всю работу. Место истока воды местные жители называют чукур. Забора вокруг нет, скот там свободно пасется. А из-за дыр в трубах там и так мало воды. В 92-м году после землетрясения трубы прохудились. Вода теперь растекается повсюду. Объект только недавно был передан на баланс Аильного округа. До этого, что было, всё распродали. Систему очищения воды в прошлом году передали на баланс Аильного округа. До этого здесь было другое предприятие. Тогда было 45 водопроводных колонок. Сейчас из них 50% только в рабочем состоянии. Особенно в центральной части села Чаек остро стоит проблема с нехваткой воды. Чтобы, к примеру, отремонтировать водоочистительную систему на улицу Узун-Булак, необходимо 14 миллионов сомов. Смеду уже составили и отправили в Джугур-Кукинеш и департамент водного хозяйства. Однако ответа не последовало. Тем временем местные жители пьют грязную воду. А ведь никто не даёт никакой гарантии, что употребляя такую в буквальном смысле мёртвую воду, они не подхватят опасные заболевания. Анастасия Соболева, Майримта Шебекова, Манас Бакешев, НТС, Джунгальский район.